Нарушение прав потребителя. Что надо знать, чтобы постоять за себя? Тему раскрывает Наталья Витько, адвокат контора адвокатов города Фокина. Подробнее смотрите далее в сюжете, который выходит в рамках реализации проекта «Юридические тонкости». Граждане зачастую сталкиваются с нарушением своих прав в сфере обслуживания. А кому пожаловаться, не знают. А ведь государством создана целая система правовых норм, позволяющая потребителям отстоять свои права. Права граждан защищает закон о защите прав потребителей от 7 февраля 1992 года, номер 2300. Закон прописывает правила отношений между продавцом, производителем и покупателем, возникающих в спорных ситуациях. К сожалению, любой человек может столкнуться с покупкой бракованного товара, обманом в торговле или при получении услуг. Государство создает структуры, целью которых является контролирование работы предприятий обслуживания населения. Некоторые функции переданы правоохранительным органам. Внимание! Основным органом по защите прав потребителей является Роспотребнадзор. Нормативно-правовой акт предусматривает возможность вернуть товар, независимо от того, бракованный он или имеет соответствующее качество. Очень часто происходит замена товара на нужный, на другой. Я не говорю о замене товара, если цвет не понравился и шторка не подошла к дивану. Нет, в этом случае, конечно, будьте, пожалуйста, внимательны, выбирайте тщательнее. Я говорю о бытовой технике, о телефонах, которые очень часто выходят из строя. В любом случае будет экспертиза качества товара, в любом случае будет предложено гарантийное обслуживание. И уже после того, как гарантийное обслуживание будет завершено, там уже принимается решение о замене, о возвращении денег и так далее. Что стоит отметить? Раньше жалобы направлялись в государственный орган сразу после обнаружения нарушения закона. Теперь Роспотребнадзор требует от гражданина доказательства обращения к продавцу. Следовательно, первое заявление о некачественном обслуживании необходимо направить реализатору продукции или услуг. Претензионный характер в законе о защите прав потребителя все-таки соблюдать желательно. Потому что, опять же, если не был соблюден претензионный характер, ну, во-первых, откуда ваш продавец узнает о том, что у вас претензия к нему имеет место быть, да? А, во-вторых, устное обращение не всегда потом возможно доказать, что вы обратились, а вам отказали. Всегда пишем заявление. Вообще, на самом деле, я бы сказала, фактически по всем видам дел следует все-таки соблюдать претензионный характер. Ходотайство, заявление, претензия – неважно. Главное, чтобы документ был получен продавцом и у вас осталось этому подтверждение. Написать жалобу нужно в двух экземплярах. Один – отдать продавцу. На втором – попросить оставить отметку о приеме. Дату, должность специалиста, фамилию и инициалы. И тогда мы смело можем говорить о том, что мы пойдем в суд и мы будем говорить о том, что я прав. В противном случае не можем. Многие покупатели думают, что в случае, если сложная техника выходит из строя в короткий срок после совершения покупки, то замена на новую должна быть произведена продавцом немедленно. Требование покупателя в этом случае будет незаконно, потому что замена технически сложной вещи по требованию, по желанию невозможна. Гарантийное обслуживание в гарантийном сроке. Оно предусмотрено законом, и продавец будет прав, отказав вам в замене на товар, который будет работать. Однако, данные правила не касаются продуктов питания. Если, придя домой и вскрыв упаковку, вы обнаружили, что продукт испорчен, либо срок годности давно прошел, правда в таком случае будет на вашей стороне. В данном случае абсолютно спокойно возвращайтесь в магазин и просите заменить. Вот здесь, вот здесь, замена должна быть произведена. Но не выкидываем упаковку, да. Отсутствие чека не обязательно. Но вот упаковка, да, которая может быть идентифицирована, что этот товар куплен именно в этом магазине, везде штрих-код сейчас, то есть коробочка обязательно. Напоследок, берегите себя, свои права и будьте внимательны. И нерадивых продавцов, и мошенников меньше не стало. И главное, если уже попали в неприятную ситуацию, обращайтесь только к профессионалам. Не дайте нажиться на вас дважды.